Друзья, всем привет! Это Дима, это Антон, и мы будем веселыми и задорными! Corvette является первым американским полноправным спортивным автомобилем. В общем, машина завелась, как, в принципе, обычно и бывает, не с первого раза. Да, я впереди его. Что-то еще опять? Впадая сюда, я чувствую, что я нахожусь в том месте, где я должен пройти. На те времена не было аналогов. Мы решили сделать небольшую проверку нашему Corvette и доехать на нем до Нижнего Новгорода и обратно. А вы увидите это прямо сейчас. Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И в этой серии мы продолжим сборку нашего Corvette C3 77 года выпуска. А конкретнее мы подключим все охлаждение, соединим проводку, заменим такие мелочи, как уплотнительные резинки, ручки, зеркала, задние фонари, передние фары. Поставим бампера, а потом поедем на тест-драйв на ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Установили мы новую рамку радиатора. Поставили сам радиатор, кожух вентилятора, вентилятор. Заменили верхнюю трубку на охлаждение. Соответственно, нам сейчас остается залить охлаждающую жидкость, запустить мотор, залить промывку, промыть масло в двигателе. И можно собирать дальше машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, вот мы и приблизились к финальной сборке нашего корвета. Дима успешно поставил задний и передний бампер, подключил задние фонари. Теперь я поставлю карбюратор, подключу все шланги, а затем зальем все технологические жидкости и будем пробовать запустить мотор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, наш самый любимый момент, попробуем завести машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там бензо, возможно, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему-то машина обычно у нас не заводится с первого раза. И сошнемся на то, что в очередной раз нет бензина. А сейчас мы его туда зальем и попробуем еще раз. Два часа спустя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он работает прям как часики. У меня прям вот тихий, щетенький. Очень круто. В общем, машина завелась. Как, в принципе, обычный бывает. Не с первого раза, но завелась и работает отлично. Дальше мы выгоняем машину на улицу. Там мы дольем все технические жидкости. Поставим капот. Перегоним на другой подъемник. Поменяем масло. И поменяем вот эти вот все расхлябанные детали, такие как зеркала, ручки, уплотнительные резинки. Вот это все мы снимем. Поменяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, когда мы выгнали машину, выявилась еще одна проблема. У нас есть трещина в системе охлаждения коробки, а именно в железном патрубке, в тоненьком. Что, Дим, думаешь делать? Снимать, смотреть, попробовать подварить. Если не получится, значит, кидать резиновый шланг. Да, к сожалению, мы увидели только сейчас это. Ну, минус час-полтора. Я думаю, на это уйдет. Но сделаем это сегодня. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И остальные трубчики мы соединим с гибким шлангом, что, в принципе, никак не повлияет на работу, так как там давление не очень большое. Но поможет избежать нам целой мороки по замене целиком этих трубок. Так что пока временный вариант такой. Наверное, конечно, что-то еще выявится. Ну, сейчас будем накидывать в капот, пыть в машину и поедем прокатимся. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ УПЛОТНИТЕЛИ КРЫШИ. Так, у нас дальше идет новая накладка на подлокотник. Также дополнительные резинки уплотнительные. Это у нас что? Я уже даже не помню, что это, поскольку мы давно это закупали. Далее, это новая стойка лобового стекла изнутри, поскольку наши, помните, в отвратительном состоянии, это новые запчасти. Еще уплотнители. Так, здесь у нас дальше новое зеркало, абсолютно новое. Помните, наше разболтанное, и оно не фиксировалось в положении. Вот это, кстати, всего лишь 35 долларов. 35 долларов. На Жигули дороже запчасти стоят. Далее у нас идут новые ручки, которые тоже стоили, ну, сущие копейки. Порядка 25 долларов за комплект из двух. При этом идеально отхромированные. Также у нас здесь такие мелочи, как накладка на рулевую колонку снизу, боковины центральной консоли, новые дворники. И, конечно же, вишенка на пироге. Это новый значок корве. П Rahmenể skies politicами. Субтитры затяжки. Субтитры затяжки. ви intercourse на пироге. Субтитры затяжки. Это Retro Legends Garage и мы начинаем обзор нашего Corvette C3. Corvette является первым американским полноправным спортивным автомобилем, созданным для гонок и дорог общего пользования, который выпускается и по сей день. Первое поколение сошло с конвейера аж в 53-м году. 53-й год, это ого-го как давно. Но сегодня мы вам расскажем о третьем поколении C3 Stingray, на котором мы сейчас движемся. Третье поколение начали производить в 68-м году и закончили производство в 82-м. Это поколение побило все продажи предыдущего аж 4 раза и было продано рекордное количество машин, аж 542 тысячи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, теперь давайте немного детально изучим эту машину и обсудим ее мелочи, как интерьер, так и экстерьер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, естественно, наша погода не располагает к кабриолету и пошел. Блин, дождь. И я вам сейчас наглядно покажу, как быстро можно поставить крышу в экстренном случае. Крыша у нас хранится сзади в багажнике, доступ через который в салон. Мы ставим две половинки. Сначала эту. Затем достаем, перебегаем, быстро ставим вторую половинку. Ну, если с первого раза получилось, значит, хорошо. Если нет, со второго. Достаточно быстро, да? Дальше мы оперативно закрываем стекла с второй стороны. Садимся в машину. Садимся в машину и прячемся от дождя. У-ху! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Название Stingray переводится как Scuds с английского языка. И не даром машина очень-очень широкая по своей базе. Она прижата к земле и стелет по городу точно так же, как скат стелет по дну моря. Разрабатывая концепт машины, дизайнеры пригляделись к остальным фуллсайзам тех времен и использовали ту же форму задних крыльев в форме бутылочки Coca-Cola. И они угадали. Машина выглядит так же круто и потрясно, как и все остальные. Ну и вкратце я вам напомню, что скрывается у нас под огромным-огромным капотом. И, к сожалению, здесь стоит не какой-то там биг-блок, который, кстати, сюда влез бы. И, может быть, когда-нибудь мы соберем такой проект. Здесь же обычный 5,7 смоу-блок Chevrolet. Самый-самый простой. И, по сути, здесь должен был стоять мотор 300 сил. Но, к сожалению, за все эти года, я думаю, машина поменяла не один мотор. Тут такой же смоу-блок, но не оригинальный 300-сильный. Здесь мотор 200-250 сил, который, кстати, как вы помните, по прошлым сериям мы не разбирали. Мы просто его обслужили, поменяли фильтра, колодки, чуть-чуть навели лоска, протерли, помыли и оставили как есть. Он работает отлично, без нареканий, не перегревается, не глохнет, очень стабилен и не такой уж и прожорливый. Он ест порядка 15-18 литров на 100 километров, но вполне себе расход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что, поподробнее про салон Как я уже говорил, здесь очень-очень комфортно Хоть машина и маленькая, салон тоже достаточно сбитый И при посадке сюда чувствуешь себя как в кокпите реально спорткара Большой плюс то, что приборная панель сделана буквально параллельно лобовому стеклу И моим коленям ничего не мешает, они не упираются в нее То есть большой-большой запас свободного места Так же как и рулевая колонка Она достаточно высоко и при посадке мои ноги не задевают И она просто не мешается Это очень круто, потому что в большинстве старых американских автомобилей Все наоборот, даже тот же Ford Mustang тех же лет сделан безумно неудобно Там мне тесно, хотя машина и кажется, и на самом деле больше Ну а если водитель чуть больше комплекции, чем я Производители и это предусмотрели Они сделали регулировку рулевой колонки Давайте расскажу немного о приборах, которые находятся перед водителем Здесь два колодца, углублены достаточно далеко Ну, по сути, это также используется и до сих пор в современных автомобилях И на левом у нас спидометр И, кстати, спидометр размечен не только в милях Он также размечен и в километрах Что значит, машина действительно продавалась массово по всему миру И угадайте, какая максимальная здесь скорость 260 км в час Не знаю, я бы, наверное, не рискнул на ней так разгоняться Но производители написали ее И я надеюсь, когда-нибудь в скором будущем мы проверим Сможет ли Corvette C3 разогнаться до этой скорости С правой стороны у нас тахометр Не на всех автомобилях американского происхождения тех лет ставился тахометр Он ставился только на мощные автомобили Например, Camaro RSSS комплектовался тахометром Только в случае установки большого мотора А здесь он всегда То есть нет опции, заменяющих тахометр, например, часами Здесь всегда только тахометр, который размечен до 7000 оборотов Двигаемся дальше и перемещаемся на центральную часть передней консоли Сверху у нас управление дворниками Здесь несколько режимов Конкретнее два И режим омывателя, который брызгают Под ним идет два воздуховода системы кондиционирования Да-да, здесь стоит кондиционер В машине 1977 года он есть Он установлен, он исправно работает Дальше идут датчики У нас бензин, температура воды, часы, давление масла и батарея Это основные параметры для того, чтобы следить за работой двигателя И этого вполне достаточно, чтобы отслеживать правильность его работы И в критических случаях предотвращать какие-то поломки, перегревы и так далее Ниже у нас стоит магнитола Магнитола здесь стоит, к сожалению, не оригинальная Здесь, ну, я назову это приколхожено Магнитола уже из каких-то нулевых годов Я планирую ее заменить, сюда поставят аутентичную Здесь еще также у нас стоит датчик давления масла Дублирующий вот этот Он установлен временно, поскольку следить за параметром обязательно нужно Но у нас умер электронный датчик давления, который стоял на двигателе Пока мы его заказали и ждем, пришлось поставить обычный механический, который идет трубочкой от блока И работает просто по принципу, сколько давит масла в него, столько он и показывает Ниже у нас располагается центральная консоль В ней установлен датчик управления климат-системой Переключатель включения-выключения Левая крутилка отвечает за режим Правая отвечает за температуру воздуха Справа у нас окошко с пепельницей и прикуривателем Дальше идет селектор переключения передач И ручник Ручник, на секундочку Очень тоже подстать корвету Поскольку во всех американских машинах того времени ручник ставился внизу А именно был ножник Все вместе это придает машине какую-то сбалансированность Попадая сюда, я чувствую, что я нахожусь в том месте, где я должен Все это вместе делает интерьер машины очень-очень-очень удобным Практичным И располагает к поездкам каждый день Я езжу на ней действительно каждый день в сезон И она доставляет мне особенные чувства Поскольку та же импала, моя любимица Она не имеет таких показателей в плане удобства Здесь вот я лег Вот реально я не сижу, я лежу Спинка наклонена достаточно сильно Ноги вытянуты вперед С этой посадкой машина так и располагает К длительным поездкам и долгим часам за рулем Лично мое мнение Этот корвет идеально подходит для города Он небольшого размера, легкий, маневренный И вы же привыкли, да, все, что американцы Это огромные баржи и корабли Которыми тяжело управлять в замкнутых маленьких узких пространствах А именно на улицах городов Но с этим все по-другому Он настолько отличается от всех классических американских кузовов Ну, невероятно Это другая машина была Она была уникальна даже в те времена Поскольку, ну, с чем? С чем дизайном можно ее сравнить? В 68-80 в каком-то там году, да Ни с чем То есть корвет был супер узнаваемый И супер востребованный на рынке Поскольку был уникальным Машина имеет небольшой вес Поскольку на раму установлен стеклопластиковый кузов Да, он не такой легкий, как современный АПС-пластик, например Но это явно легче металлического аналога Поэтому машина имеет, в принципе, очень-очень неплохую динамику И, естественно, управляемость В ходе маневрирования не вылетаешь из сидения То есть сиденье-то вроде без боковой поддержки Но ты сидишь как в каком-то коконе, обволакивающем тебя Здесь есть центральная торпеда, в которую ты упираешься при резком повороте И за счет вот такого узкого пространства Ты полноценный пилот какого-то полида И это и вызывает эмоции На те времена не было аналогов Человек садился в городскую, гражданскую тачку И ехал как пилот какой-то формулы Даже по сей день машину трудно сравнивать с какими-то современными аналогами Да, сейчас много спортивных тачек Которые типа дают ощущение крутого болида Крутой быстрой машины Но эмоции все равно не те Здесь ты настолько в связке с машиной У тебя нет АПС, у тебя нет системы курсовой устойчивости Нет, про буксовочные системы У тебя только лишь гидроусилитель И все И ты контролируешь сам машину ее поведение Хочешь, чтобы у тебя сорвало задние колеса Да, ты нажимаешь в повороте газ И ее ставят боком Но все это настолько управляется И чувствуется, что тоже никаких проблем не возникает Я не знаю На BMW, у которой, блин, нет блокировки задних колес Какая-нибудь купе Z4 Она не даст зайти даже при отключенных системах боком в поворот А это дает Она сделана специально для этого, поскольку стоит блокировка с завода Поскольку инженеры уже хотели дать человеку возможность почувствовать Вот эту вот игривую спортивность автомобиля Поэтому здесь это все есть И это потрясающее ощущение Настолько динамичная получилась машина в 68-м году Из недостатков я не знаю, что сюда можно отнести Но для меня, наверное, как бы Для всех, кто первый раз сюда сядет Недостатком будет огромный-огромный капот И самое интересное, что его конца не видно А там вот такой вот конус И первое время я постоянно клевал заборы, столбы, столбики Но потом ты в голове понимаешь То, что после вот этих огромных арок У тебя идет еще там плюс определенное количество сантиметров И ты закладываешь И, в принципе, можно научиться грамотно парковаться В отличие от задней стороны Где, ну вот, ты поворачиваешь голову А у тебя там багажник и бампер Ты это даже видишь То есть парковаться очень легко Так же, как и ездить И вот, ворот, смотрите Насколько круто она заходит Она идет как по рельсам То есть куда я ее направил Никаких смещений Да, скорость небольшая Но, блин, если бы была скорость больше Не знаю В городе такой скорости не бывает Поэтому тачка рулится И это факт Я хочу отдать должное инженерам В тех времен Они действительно построили машину Которая ускакала далеко-далеко вперед И опередила свое время Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я считаю, мы успешно подготовили этот корвет Время покажет Нам осталось его только лишь покрасить Заменить лобовое стекло Но все это мы сделаем в ходе этого сезона Поскольку срочно не получится У нас очередь на покраску у проектов Вот, я надеюсь, вам понравилось Как обычно, ставьте лайки, колокольчики Рассказывайте друзьям Пишите комментарии Понравилось или нет Что вы хотите видеть дальше И, кстати, чуть не забыл Мы решили сделать небольшую проверку Нашему корвету И доехать на нем до Нижнего Новгорода И обратно И посмотреть, ничего ли не выйдет из строя А вы увидите это прямо сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!